В Челябинской области с каждым годом увеличивается число жителей, планирующих свои визиты в медицинские организации, через запись на прием к врачу по телефону. Да, за пять лет работы около миллиона визитов, представляете? Такой интерес очевиден. Если в 2013 году высокотехнологичную помощь смогли получить более 13 тысяч человек, то уже в 2017 году более 28 тысяч человек. Ну а теперь подробнее обо всем расскажет Сергей Приколотин, министр здравоохранения. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Итак, давайте, ну я не знаю, похвастаемся что ли. Какие успехи у нас есть в рамках здравоохранения? Сейчас мы знаем, что идет неделя здравоохранения. И что открыли, что планируем открыть, какие новые медицинские учреждения введены в строй? Ну, это действительно тема достаточно широкая на сегодняшний день, потому что средства, которые вкладываются не только Федерацией, но и нашей областью, они достаточно значимы. Последнее время нас достаточно часто ругают, но тем не менее есть за что и похвалить. Я думаю, что из особо знаковых хотелось бы отметить такие объекты, которые были сданы буквально в конце того года, в начале этого. Это все-таки учреждения первичного звена специализированной медицинской помощи. А именно, я думаю, что стоит отметить областную поликлинику, областной больницы, которая на сегодняшний день вдвое увеличила свои возможности по приему пациентов. Используются новейшие технологии по организации процесса медицинской помощи, довольно серьезно дооборудованы медицинским оснащением оборудования. Поэтому, в принципе, я думаю, что если раньше мы чаще слышали негативные отзывы о посещении этого заведения, на сегодняшний день в основном это благодарность. Именно со стороны жителей нашей области. Потому что вдвое увеличилась проходимость. То есть, соответственно, вдвое больше людей могут получить консультативную специализированную помощь в данном учреждении и, соответственно, дальше принять решение о тактике по своему заболеванию. Ну и нельзя не отметить, это поликлиника онкоцентра, которая также на значительно, на совсем другой уровень подняла качество обслуживания населения первичного звена специализированной помощи. Поэтому вот эти два объекта, которые достаточно близко расположены, тем не менее, позволили нам решить очень непростые задачи, которые до этого было сложно решать. Сергей Игоревич, скажите, пожалуйста, вы сказали, что у вас новое оборудование, и в два раза больше, даже не в два раза больше людей вы можете принимать. Кто же работает? Кто эти специалисты? Ну да, открыли новые площадки. Кто там работать будет? Ну, к счастью, то, что я обозначил, те учреждения, они на сегодняшний день достаточно неплохо оснащены, я называю такое слово, оснащены специалистами, потому что это специалисты высокого уровня, мы их готовим на площадках нашего университета с учетом клинических баз, поэтому можно с гордостью сказать, что там работают лучшие врачи на сегодняшний день в Челябинской области. Но, тем не менее, у нас же существует еще и достаточно большое количество учреждений, которые сегодня расположены в малых городах, в сельской местности. Ну вот смотрите, да, это на самом деле вы немножко опережаете, но это следующий буквально наш вопрос. Ну вот я про кого-то, кто работает, да? Да-да-да. Что там у нас с вами, давайте так, за пределами Челябинска? В Челябинске, понятно, мы постоянно видим жизнь активная. Что за пределами в малых городах? Ну, действительно, это на сегодняшний день достаточно серьезная проблема, потому что даже если в Челябинске у нас существует достаточно серьезная нехватка специалистов, то на селе, конечно, эта ситуация намного хуже. И те шаги, которые мы сейчас предпринимаем, они носят системный характер, но, к сожалению, они не принесут результат нам завтра, потому что подготовка и обучение специалиста медицинского, оно достаточно продолжительное. То есть только само обучение проходит, это 6 лет как минимум для того, чтобы получить врача первичного звена. Ну, а если уже необходима дополнительная специализация, то это еще плюс 2-3 года. Поэтому мы сейчас с того года уже начали очень такую серьезную работу, благодаря, в общем-то, здесь решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. У нас заключаются целевые договора на обучение в наш университет с дополнительным стипендиальным фондом, который позволяет нам эти договора в дальнейшем уже, ну, наверное, более эффективно реализовывать. Потому что если появляется материальная составляющая этого договора, то мы понимаем, что уже его исполнение, оно более вероятно. Поэтому ожидаем, что все-таки через вот этот определенный период времени, это 4-5 лет, мы все-таки получим специалистов уже в плановом порядке, с последующей их ротацией именно в те места, где они наиболее востребованы. Сегодня, к сожалению, вот этот провал, он имеет место. Понятно. Спасибо. Ну, вообще, хорошо, что все сдвигается, все решается, и уже эта работа началась прямо сейчас. Спасибо вам огромное за ранний визит, спасибо за максимально подробный рассказ. Спасибо. Да, мы напомним, что у нас сегодня в студии был Сергей Игоревич Приколотин, министр здравоохранения.